Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Сегодня 25 октября, значит мы поздравляем всех сотрудников таможенной службы с их профессиональным праздником. По этому поводу у нас сегодня в студии находится государственный таможенный инспектор Благовещенского таможенного поста Екатерина Грачева. Здравствуйте! Екатерина, ну девушка, конечно, таможенник, служба достаточно серьезная и опасная. Вы, кстати, ее так воспринимаете, как опасную или же нет? Ну, я считаю, что в каждой работе есть свои риски. И наша работа в этом не исключение. Все понятно. Ну, давайте тогда, собственно, поговорим про вот эту насмотренность, которая у таможенников, у всех действительно вот такое профессиональное качество. Это правда, что вы можете практически вот выцепить из толпы и понять, что этот человек, скорее всего, нарушает закон? Или же нет? Это появляется с опытом? Не всегда можно правонарушителя определить с первого взгляда. Ну, они, наверное, тоже хорошо прячутся, правда же? Да. Приходится применять форму таможенного контроля. Вот что делаете, когда у вас возникает и вообще, когда возникает какое-то подозрение? То есть у вас есть какой-то перечень действий, которые нужно выполнять? У нас есть формы таможенного контроля, такие как получение письменного объяснения, таможенный осмотр товаров, таможенный досмотр товаров и личный таможенный досмотр. Ну, то есть есть инструкция. Также проверка документов. А личный фактор? Вот фактор вот этот личностный, когда ты смотришь и понимаешь, ну, точно что-то не то. Ну, ёкает уже в груди, расскажите. Ну, да. Это, скорее всего, интуиция, которая развита и имеется у каждого человека, но, безусловно, она приходит с опытом работы. Вот опять же, день таможенника позволяет мне задавать какие-то вопросы. Вот сейчас задам один из тех, который всегда интересовал. Правда, что у женщин интуиция лучше, чем у мужчин? Потому что, когда ты проходишь даже границу, мы все видим, в окошечках сидят преимущественно все-таки сотрудники женского пола. Можете такое сказать? Нет. Нет? С этим я не соглашусь. Вот так. Разве или сейчас нет? У мужчин у нас тоже довольно хорошая интуиция. Ну, ясно. Скажите, когда было у вас последнее задержание правонарушителя? То есть, я же понимаю, вот смены как-то посменно работаете, да? Вот когда последний раз? Составление административных правонарушений происходит практически ежедневно. Каждый день? Практически, да. Но наиболее интересные встречаются реже. Но все-таки раз в месяц попадается. Вот интересное это да. Это что сейчас? Недавно в августе была попытка ввоза гражданка КНР ртути. И тоже в августе вывозил гражданин Российской Федерации. Попытка вывоза была шлифового золота. Вот это да. Места, куда прячут. Я знаю, что действительно правонарушители кто, насколько может, да? Да, изощряются. Я так понимаю, что они вам все известны. Человеческая фантазия, конечно, работает довольно в широком пространстве. Но в основном сокрытие товаров происходит под одеждой. Вот так вот. То есть, уже можно догадываться, да? Где искать. Слушайте, ну действительно, у вас опыт огромный. Я так понимаю, что у сотрудников таможни есть какие-то свои негласные рейтинги, да? Что чаще всего провозят? И вот каждый год мы их сверяем, меняется ситуация или нет. Потому что, ну, есть у правонарушителей тоже какая-то своеобразная мода, да? Что провозить вот сейчас в этом году? Что сейчас провозят? Так, как такового рейтинга, конечно, нет. Но наиболее популярными являются дериваты. Это предметы животного происхождения. То есть тут все неизменно, да? Предметы животного происхождения. Мы каждый год про них рассказываем. Ну и, конечно, полюбившееся очень российское золото гражданам, наверное, начиная от шлихового, заканчивая готовыми изделиями. Ну, мы не так часто, наверное, слышим, да, в СМИ упоминание о том, что задержали какого-то преступника. Но периодически бывает. Эта информация поступает, когда действительно какие-то большие объемы перевозятся, да? Ну, на этот вопрос я не могу вам ответить. В основном, скорее всего, да. Когда составляются дела серьезнее, да. Если товары народного потребления, я думаю, не обязательно повешать. Все понятно. Вот у вас те предметы, собственно, которые изъяли, куда они потом идут? Это тоже то, что интересует всех. Как вы их распределяете? Составляется материал об административном правонарушении. Далее предметы, товар помещаются в камеру хранения вещественных доказательств. Она на таможне находится? Да. Находится на таможне. Далее дело передается в суд, и суд выносит постановление о дальнейшей конфискации товара с уплатой штрафа, либо без. Ну, вообще, какие навыки необходимы сотруднику таможни? Вы в основном, то есть, опять же, мы видим, что работают девушки. Необходимо ли девушкам обязательно, например, не знаю, владеть рукопашным боем? Или же уметь стрелять? Что с вас обязательно требуют? Техникой владения рукопашного боя не обязательно техника. Ну, а что нужно? То есть, нужно какие-то приемы и навыки иметь? Знание законов. Вот так главное оружие, да? Я так понимаю, что для каких-то силовых методов борьбы, если что, у вас есть сильные мужчины и собаки тоже, да? Да, есть сотрудники полиции, которые там стоят. Ну, а вообще, если говорить про тех, кто переходит через границу, все-таки это такая достаточно серьезная процедура, да? Но, безусловно, при этом и детей с собой привозят, да? И бывают порой семьи большие. И люди не всегда понимают, наверное, с чем они сталкиваются, что это действительно серьезно. Бывает такое, что приходится утихомиривать? Или же все-таки у нас какие-то граждане очень сознательные и понимают четко, какие правила нужно соблюдать? Ну, работа с физлицами, она всегда не совсем простая. То есть всегда здесь приходятся личные факторы какие-то учитывать, да? Ну, как относитесь, опять же, снисходительно или как? А детей, вот как ребенку объяснить, что сейчас нужно смотреть вот сюда, если он не хочет? Это, скорее всего, к паспортному контролю, к работе пограничной службы. А мы стараемся найти каждому подход индивидуально. Ну, а как это на практике выглядит? То есть что делаете? Приходится где-то и обаять, и, не знаю, там, как-то вот наоборот, может быть, попросить посерьезнее быть. Вот какие методы приходится включать? Кнут или пряник больше? Назовем это так. Скорее всего, пряник. Ой, ну это очень приятно, правда. Ну, глядя на вас, действительно, и на других очаровательных девушек, которые работают на нашей таможне, я понимаю прекрасно, что, конечно, по-другому, наверное, и не получится. Ну, что ж, вообще, у вас, конечно, работа очень серьезная и ответственная, но когда-то вы ее выбрали, значит, что-то вас в ней привлекло. Вот сейчас можете вспомнить, почему пошли именно на таможню, что такое вас зацепило в этой работе, как, может быть, впервые столкнулись с ней и поняли, что да, я хочу там работать? С детства была, смотрела, когда телевизор, мне очень нравится, и я считаю, что девушка в погонах, это очень красиво. Ну, это правда, красиво, но почему таможня? Наверное, потому что, когда работая там, там учишься видеть людей, развивать свою интуицию, изучать людей. До сих пор, я так понимаю, не разочаровались в профессии? Нет. Вот она действительно каждый день приносит вам какие-то новые знания? То есть есть такое, что вам постоянно приходится как-то вот обучаться и становиться лучше? Да, у нас не бывает день сурка, каждый день он разный. Слушайте, ну, Екатерина, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, уже за смелость. Спасибо, потому что прекрасно понимаю, вы себя на работе, вы как рыба в воде, здесь не так просто отвечать на вопросы. Тем не менее, я хочу в вашем лице поздравить всех сотрудников таможни с праздником. Обязательно передайте им наши поздравления. Ну, и приходите к нам еще, ну, или мы к вам. Хорошо. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня с гостях была Екатерина Грачева, государственный таможенный инспектор Благовещенского таможенного поста. Вы смотрели в центре, внимание. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова